На бывшего сотрудника ГИБДД МВД России по городу Гургану возбуждено уголовное дело по факту крупных взяток. Экс-командир роты ОБДПС три года получал взятки от фирмы по аренде спецтехники на сумму 339 тысяч рублей. Денежное вознаграждение перечислялось полицейскому на банковские карты. За это фирма получала сопровождение нарядами ОБДПС, перевозимых с нарушениями грузов. Кроме того, водители и должностные лица фирмы оставались неприкосновенны, их нельзя было штрафовать. Сейчас с фигурантами уголовного дела работают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В 2021 году капитально отремонтируют 38 километров, починят 5 километров, а также устроят слоями износа 8 километров трассы Иртыш в регионе. Кроме того, запланирован ремонт моста через реку Черная на 249 километре автодороги. На участке со 151 по 202 километр количество полос увеличат с 2 до 4 с разделением встречных потоков. Работы поделены на 4 этапа и продлятся с 2021 по 2023 год. Сейчас идет капремонт трассы Иртыш, подъезд к городу Тюмень на нескольких участках. По завершении всех работ на трассе нормативным требованиям будет соответствовать 81,5 километр. На сегодняшний день в Курганской области сдан в эксплуатацию четырехполосный участок протяженностью 3 километра. К 2025 году протяженность четырехполосных участков в границах региона составит 93,5 километра. Курганская область вовсю готовится к защите от сезонных рисков. На борьбу с паводком и пожарами готовят 10 тысяч человек и более 2,5 тысяч единиц техники. В арсенале борцов с природной стихией современные маломерные суда и сверхпрочные надувные лодки. Техника способна выполнять сложные маневры при быстром течении. Мощная и маневренная пожарно-спасательная техника поможет в борьбе с огнем. Выявлять места подтопления и очаги пожаров помогут квадрокоптеры. С 25 апреля по 15 мая в регионе будет базироваться вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России. Готова к использованию инженерная машина разграждения ИМР-2 Уральского учебно-спасательного центра МЧС России. В Кургане на реке Табол начали пилить лед для пропуска паводковых вод. Его толщина около 50-60 сантиметров. Работы начались у Курганской плотины 23 марта. Второй этап состоится 26 марта у Кировского моста. Всего планируется разрушить более 23 тысяч квадратных метров льда. Глубина распиловки составит более 70% от общей толщины ледяного покрова. Напомним, очернение и подрыва льда в Заурале отказались уже много лет назад. Распиловка более безопасна, при этом менее затратна. Квадраты льда при подъеме воды разломятся и легко пройдут створ моста, дамбы или другого гидросооружения. Для безопасности на Таболе выставлены специальные аншлаги и ограждения. Этим летом курганцев ждут концерты в парках и новый этнофестиваль. Курганский и Шадринский драмтеатры, а также театр кукол Гулливер готовят яркие спектакли. С 1 июня их начнут показывать в парках, скверах и набережных. Подготовка идет полным ходом, готовят декорации, шьют красочные костюмы и приобретают арестовые куклы. В День Победы в Горсаду пройдет акция Рио Рита. Организаторы воссоздадут атмосферу победного мая 1945 года. Будут музыкальные и танцевальные площадки, фотозоны и интерактив. В августе планируется проведение этнофестиваля «Савин» в Белозерском районе. Он состоится на одноименном археологическом памятнике святилища «Савин-1». В Курганской области в 2021 году отремонтируют 70 медучреждений. Уже стартовали капремонты Катайской, Шадринской, Далматовской, Гледианской ЦРБ, Второй городской областной клинической больницы и других. На обновление шадринских больниц будет направлено более 140 миллионов рублей. Там приведут в порядок взрослую и детскую поликлиники, стоматологию. В Шадринской ЦРБ работы планируют завершить к июлю. На ремонт шадринской больницы скорой медицинской помощи предусмотрено 10 миллионов рублей. В числе ключевых объектов также трехэтажное здание по улице Михайловская, 182. Бывшие помещения городской больницы, которые не функционировали последние три года. Также в планах на 2022 год оснастить первичное сосудистое отделение в Шадринске ангиографом. В Кургане продолжат ремонт БСМП, онкодиспансера, областной клинической, второй городской инфекционной больницы. Вечером 16 марта на улице Станционной в Кургане местный житель стал очевидцем вандализма. Неизвестный наносил удары руками и ногами по стеклу остановочного комплекса. Гражданин сообщил о происшествии в полицию. Прибывший на ряд ППС у разбитой остановки обнаружил пятна крови, ведущие к дому на этой же улице. Подозреваемым оказался неоднократно судимый 20-летний уроженец Макроусовского района, он был пьян. Вандала пока поместили на пять суток в спецприемник для задержанных. Подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается. Врача КТСК ЦРБ обокрали прямо в больнице. Медик оставила в своем кабинете сумку, а сама ненадолго отлучилась. В итоге у нее пропал кошелек. Ситуацией воспользовался вор, но его действия попали на камеру видеонаблюдения. Злоумышленником оказался житель Шадринска, неоднократно судимый за имущественные преступления. 58-летний мужчина освободился из мест лишения свободы несколько дней назад. Все деньги он забрал себе, а сам кошелек выбросил недалеко от больницы. По факту кражи на него возбуждено оголовное дело, подозреваемый задержан. Курганская областная станция переливания крови 20 марта приглашает на акцию «Суббота» донора. Донором крови и ее компонентов может стать любой здоровый человек от 18 лет с массой тела не менее 50 кг. Перед сдачей крови донора проходит бесплатное медобследование. Абсолютными противопоказаниями являются ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, онкологические процессы и другие. Временные противопоказания имеют различные сроки в зависимости от причины. Например, человек не может быть донором 4 месяца после нанесения татуировки, в течение месяца после заболевания ангиной, ОРВИ и прививок. Акция «Суббота» донора будет проходить с 8.30 до 12 часов в Кургане по улице Ленина, 40А. Телефон для справок 462117. В Кургане с 10 апреля по 9 мая запретят движение транспорта весом более 5 тонн. Это делается для сохранности дорог в весенний период. Проезд автомобилей с повышением нагрузки возможен только при наличии специального разрешения. Его выдает Департамент развития городского хозяйства администрации города Кургана по адресу улица Горького, 109. Запрет не коснется автобусов, федеральных спецсредств, дорожно-строительной техники. Не нужно оформлять разрешение на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений и почтовых грузов. Вместе с тем вводится запрет для большегрузов с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха свыше 32 градусов Цельсия. Студия йоги и фитнеса Mind&Body. В марте для новых клиентов первое пробное занятие бесплатно. Запись по телефону 25 45 05. Отличные новости от отличных наличных. Спешите оформить займ под 0%. Получи деньги только по паспорту уже сегодня. Отличные наличные. Только отличные новости. Продолжение следует... Мы все хотим стать успешными. Решить самую сложную в мире задачу. Жить так, чтобы захватывало дух. Всегда быть первым. Стать тем, в ком нуждаются тысячи. И дарить им надежду. Но всего этого может не быть. Научите ребенка безопасному обращению с огнем. Спасем наше будущее вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова